А как этот Эншпилет Тимлиц? Фидлер Гири. А, Фидлер Гири? Ну, я думаю, ничья, конечно. Ну, конечно. Там у Гири опять был солидный перевес, но как всегда начал все упрощать, меняться. Не, это на самом деле, я думаю, он единственный, который, по-моему, ни разу не был хуже в этом мире. По-моему. Кстати, говорят тогда тоже экспериментаторы. То есть не в один момент он был хуже, а по-моему. Фидлер Гири, Фидлер, первая половина. Выпускали постоянно, все время. Да, да. Ничего не было. То есть реализации совсем не было. Минимум три шахматиста. Каруана, Фидлер, Гири. Каруана, Фидлер, Гири. Я сняла, я повторяю. А вы видели шутку? Там Гири выпускает книгу «Мои 50 памятных ничьих». Сборник «Моих 50 памятных ничьих». Мои 50 памятных ничьих. В одной серии есть 50 памятных ничьих. Ну, кстати, да. Подряд, да. То есть… Похоже, что да. Он… Это… Я не знаю, если он сделает ничьих 12. И еще в Вайконзе, не знаю, сколько до этого. За то, что… В Вайконзе он, по-моему, проиграл одну или две из 11. То есть, там 8 ничьих. То есть, если это будет ничьих, 20 ничьих и из 23 партии. Ну, бывает. А что бывает? Что? У него какой-то комплекс? Не думаю. А что? На самом деле… Да, это интересно вообще. Потому что он, вроде бы, молодой парень, достаточно боевой, достаточно умный. То есть, непонятно, почему он так. Какой-то страх перед успехом. Такой тоже же бывает. Да. Может быть, страх победы. Да. А сейчас Каруана Араньян. А нужно быть ничьян. Ну, да. Был… Я могу… Могу ферзить… Королей Трилл Ферзасим и повторять. Ну, там привет был сходим очень у Каруана. Ну, когда… Да. Казалось. У них теоретическая дискуссия. Да. А вот здесь многие, кстати, прерывают играть, когда там еще вагон борьбы. Вот почему? Боятся, да? Ну, я не знаю. Я как раз не сказал, что это явление здесь. Это редко, мне кажется, бывает. Мне кажется, здесь это редко. Кстати, Сидлер с вами, по-моему… Нет? Нет, нет, нет. Когда… А, нет, это… Нет, ну, за то, что я приблазил в позиции, которая, видимо, у меня плюс один. А даже так? В Веншпиле перевесил. Я предложил, но… Я считаю, что должен был повторять, а потом оказалось, что перевес. А-а-а. То есть он ничего не… Это я… Я виноват. А, да? А вчера… Да. А Каруана вчера мог играть? Вчера, по-моему, форсированный ничейный… А, вот так, да? Просто длинный вариант там. А-а-а. Вот так. Ну поэтому и повернули. Виселина, а можно ли перебороть? Вот, когда бывает, турнир не идет. Вот что нужно, чтобы… Это же какая-то революцию нужно, да, совершить внутри себя? Ну, в какой-то мере. У меня в книжке, кстати, описывается этот прием зигзаг, который иногда помогает. Мне говорили, что Смыслов говорит, что когда-то такая форма, просто не надо играть в турнире. А, вот это? Ну, по-моему, это выяснилось уже в ходе турнира. Ну, когда, если турнир длинный, это проблема, да. Приходится, ну, что значит, прям приходится домучивать или все-таки можно собраться? Ну, вот у меня описан эпизод, как Саша Матылев турнир в конце начал не очень хорошо. Он просто пошел, и своим секундантом в Окарево наступались там в этом Северном море. И после этого начал выигрывать, занял первое место, попал в главный турнир. Ну, так что нужно для этого? Выбить себя из стандарта, из сложившейся, не был приятной калинии. Выбить как? Себя. Ну, вот разные исследования бывают. У меня там описано несколько эпизодов, как я это сделал. Вот, с Юсуповым посоветовал во время Чигиномского чемпионата мира, это помогло. Там описывается, как и Тарашаль с Макарычем сделал. То есть, у меня несколько эпизодов описывается такого рода. Но это каждый раз такая творческая процедура, надо угадать. Это ж можно еще хуже сделать, на самом деле. То есть, это можно не угадать. А хуже? Хуже может быть, да? Хуже может быть. Ну, естественно. То есть, это же какие-то резкие, рискованные шаги, которые будут еще хуже стать, а может, наоборот, изменить настрой и помочь ему избавиться. То, что, когда человек играет неудачу, у него какой-то фон создается, ну, как у Высоцкого песни, попался в чужую колею, в глубокую. И, чтобы выбраться, нужно резкое движение. А на самом деле, как этот сейчас делает ничью? Реально. Кто? Свидлет. Он почему-то не стал брать пешку Ц7, а что-то за королем начал гоняться. Нет, дело в том, что сейчас угрозы все-таки уже Аш-5, потом я тоже начинаю какие-то шахи. То есть, я не уверен, что это так просто. То есть, опять должна быть ничья. Да, но меня удивило, он у него стоял ладья на седьмой, и он мог пойти где-то 8 на 5 на пешку Ц7. То есть, слева ход шах и шах на Ц2 я забираю пешку просто. Понимаю. На Ж3. То есть, уже проблемы. Да. То есть, он может... Но на марте что-то начал играть ни с того, ни с сего. Зачем-то. И он может пойти, это, как сказать, у ладья А3, и можно все равно еще ничья. Ну, ведь очень осложнен задачу, потому что он просто пешку Ц7 мог бы выиграть. Да. Даже с королем отрезанным на Ж2 должна быть ничья. Да. Василин, а знакомы ли вам такое чувство, что вот играют на турнире люди, и уже все чувствуют, что один человек будет чемпионом. И он сам чувствует, и остальные чувствуют. А, ну это не тот случай. Почему не тот? Здесь? Да. Я ничего не чувствую. Ничего не чувствую? Да. Не чувствую ничего. Каждый день меняется там. Ну, возможно, в интуиции, в какой-то момент, если я почувствовал. Я почувствую, что, может быть, буду последним, но не знаю, кто может первым. Знаешь. Но на каких-то турнирах такое бывает, да? Ну, да. Не здесь. Не здесь, да? Не вижу. Потом обычно, ну, не думаю, мы вот именно первое место обязательно займем. Ну, вот, у меня был эпизод, я помню, играл первую лигу чемпионата СССР, и как-то начал хорошо играл, ну, в первом туре Смыслова обыграл, там, вот. А потом был какой-то неудачный момент, две партии подряд проиграл, что-то я занервничал немножко. А мне вот как-то, Разубаев, мы с ним в одном номере жили, он мне говорит, ну, о чем ты думаешь? Раз ты не видишь, это твой турнир. Это твой турнир. У тебя все будет хорошо. Здесь, то есть, ты, действительно, там играл хорошо, нормально, там вышел в Лавышевнигу, и все такое. Вот Ранян до этого сделал какую-то странную, то есть, фирмано странную техническую ошибку. У черных была, это три суммых позиции, у черных пешка стояла на H5, за белых просто напрашивался H4, H4, H2, H3, то есть, у меня была та же ситуация, но гораздо лучше на коррестной планке. А так, куда больше возможностей, H4 можно было в этот случай пойти. Зинуть, пожалуйста, а Раняна как дела? Ну, сейчас это обсуждаем. Невероятная мысль. Тоже мысль, да? А если полстрейский пойти, почему это не плавно? Ранян, а бывает, что во время партии какие-то мысли отвлекают, вообще не шахматные? Как бывает, все бывает. Да? И это, конечно, очень плохо, да? Ну, зависит. У нас много времени прошло. А в влюбленном состоянии лучше играть? Ну, не думаю. Не знаю. Как не знаю? А! Не, ну я шучу, ладно. Это разувая, я говорил об этом, что если эмоции позитивные, тогда секс хорошо, а если и нет, тогда плохо. Это мнение разувая. Вы согласны с этим мнением? Ну, мы так. Марк Ильяевич, а вы прописывали своим подопечным как бы вести личную жизнь во время турнира? Что значит прописывал? Это, в общем-то, личная жизнь. Нет, вы им рекомендовали? Вы им рекомендовали? Нет, ну, такими вещами рекомендации не даются. А, нет? Никто не спрашивает, да. С игры на G4. Ну, шах на G5. Крылья 2. Крылья шах на D2. Крылья шах на D2. Не знаю. И тогда... И теперь бежит на D3, что ли? Да, и в этой позиции не знаю. Не знаю. Это совершенно непонятно, в чем мысль. Какая-то мысль в золотом? А, может быть. У нас на школе как-то Женя Борей в лекции в шланг у нас была школа. А присутствие мыслей в ходах? Нет, нет, он говорил, что гроссмейстер делает плохие ходы, но ходы без идей обычно не делает. Вот я кучу по этой идее, да. Нет, нет, нет. Идея есть. Я говорю, что вы ведете шансы. Я ведете шансы. Я ведете шансы. А вот я в шахе, в шахе, просто он хочет на жену обидеть. Ну, хорошо, наверное. Он хочет в шахе, и провести пешку, и провести пешка. Да, но это идея, хотя немножко. Да. Ну, а почему? Ну, потому. У меня всегда будет шансы. Вот пошел король Е3. Как ты играешь? Вадя Е6. Ферд Б4. В шах на Е5. В шах на Су. На мячах. Потом? Подожди, подожди. Единственный. Король Е2, да. Король Е2. Вадя Е6. Вадя Е6. Вообще угрозный. Как? То есть на ЦУ ты имеешь? Вообще угрозный. На ЦУ ты имеешь? На ЦУ ты имеешь? На ЦУ ты имеешь право пойти, да? Да. В Ферд Б2 будет. О, Ферд Б2 есть. Ты играешь Ферд Б2, да? Хорошо, побег на ЦУ ты имеешь. Ну, тогда я... В Ферд Б2, да? В Ферд Б2, хотя, что-то не нравится. Ну, да. Я играю. А ферзь Д2 была супергениальная? Ферзь Д2 шаг и ладья Д3? И позиционный. В этой поиске Ферзь Д2 шаг, теперь Ладья Д6. Как не понял? Ну вот, Ладья Д6, Ладья Д4, Ладья Д6, Ладья Д4, Ладья Д6. Кероги Д2, Ферзь Д2, Кероги Д2, Кероги Д1, Ладья Д6. Ферзь Д4, да. И теперь, сейчас я забыл, что я хотел. Ферзь Д2 ты, наверное, хотел. Ну, так это можно было и так осуществить. Сейчас пообщаться с Грась Мессием... Не Героги, не Героги. Ферзь Д2, Д3, Мекс-Род. Так-то, король если в Крызь так всегда имел форс? Король же Г6 как будто... Но из общих соображений, мы не понятны. А вот ты не скажите, почему это так ничья, скажем, если Гирь дает шаг на Д4... Ферзь Д4. И забираю наш 4 и ладьяш 7. Ну, может быть, нечего, может быть, не помню. Я его ладья и в 4 шах. Ладья 2-4. Побил наш 4. Побил наш 7. А, нет, я это почему-то считал, что... Нет, я понимаю, я ошибаюсь. Значит, надо шах и ладьяш 7-4.